Жительница Самары Лариса Верёвкина говорит, зимой выходные семьёй предпочитает проводить по ту сторону Волги. По семейной традиции на правый берег ходят пешком и нередко отмечают так 8 марта. Сегодня женщина пришла прогуляться по этому берегу. Говорит, пренебрегать правилами безопасности не собиралась и далеко не отходила. Мы любим гулять, но вот сейчас как раз идём и рассуждаем, что в этом году не удалось сходить в другое время. А сейчас подозреваю, что уже такой лёд не очень хороший. Тем более мы слышали сюжет о том, как бабушка с внуком провалились под лёд и утонули. Трагедия произошла в Новокуйбышевске. Бабушка с пятилетним внуком катались на ватрушке и провалились в полынью. Сотрудники МЧС говорят, зачастую спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а также тех, кто оказался поблизости. Задача свидетелей – вызвать спасателей, проползти по льду к полынье и протянуть палку или лыжу тонущему, чтобы он смог ухватиться. Если поблизости никого нет, человеку придётся выбираться самостоятельно. В первую очередь нужно не поддаваться панике. Спокойно спиною развернуться в сторону, откуда вы пришли, расставив широко руки, стараться выбраться на лёд. Руками помогая об кромку льда и снег, ногами максимально сильно толкаясь. В прошлом году за осенне-зимний период в Самарской области на льду погибли три человека. Чтобы избежать трагедии, спасатель настоятельно рекомендует воздержаться от подлёдной рыбалки в весенний период, не сокращать путь через водоёмы и не собираться большими группами на тонком льду. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok